Здравствуйте, дорогие рукодельницы и гости моего канала. Ну вот, пролетел январь месяц. Не знаю, почему так быстро летит время. Каждый раз это говорю и опять повторяюсь. Только успеваю отмечать у себя в своем журнале, что снято отчет за месяц. Ну, что делать? Январь почти подошел к своему завершению. И я хочу показать мои итоги этого месяца. В этом месяце основным моим процессом был петух. Ну, как вы знаете, вы меня поддерживали, вы наблюдали за его отшивом, за продвижением этого проекта. Это петух от Custom Crafts. В конце декабря, после того, как я завершила процесс от Чариной Мэти Чай с клубникой, я приняла решение, что я возьму основным процессом какую-то одну работу. И это был петух. Я его поставила на свой станочек и усердно над ним работала, стараясь не отвлекаться на другие процессы. Пока я его вышивала, я пересмотрела мои любимые сериалы корейские. Я очень подсела, так сказать, на корейские дарамы. Причем исторически мне нравятся фильмы. Не люблю просто дарамы, а вот исторически мне очень-очень нравятся. Я пересмотрела Королева Ки. Мой любимый сериал Ча Кун Чом. И еще один сериал. Это Алые Сердца Корио. С удовольствием их смотрю. Очень нравятся. И в конце января завершился петух. То есть практически полмесяца мне потребовалось, чтобы завершить петуха. Он у меня был вышит наполовину. И остальную половину я вышивала уже в январе. Начинала я его еще в начале 2017-го. Но как-то он отшивался частями. Какой-то кусочек отошью, отложу его. Потом беру другой процесс. И вот на конец декабря у меня была половина. И за месяц я дошила половину. Процесс легкий, я уже говорила. Оставлю ссылку на видео. Вы можете посмотреть, где я завершаю этот процесс. Рассказываю какие-то подробности, нюансы. Вы видите, работа яркая. Я обожаю этого петуха. Вот такой петушок у меня вышел. Это моя первая готовая работа 2018-го года. В январе я получила подарок от моей рукодельной феи. Скажем так, крестной рукодельной феи. Которая мне уже второй раз присылает очень много интересных наборчиков. Я выбрала один наборчик, который я хотела прям сразу начать. Он небольшой. И он будет у меня отдыхалочкой. Он и есть у меня отдыхалочка. Как я говорила, это без корню от Риолис. Я начала снимать видео поэтапно. Но сейчас покажу вам то, что у меня есть на данный момент. Я организовала этот процесс вот в такую маленькую рамку деревянную от Арабеско. Давно не вышивала я на таких рамках. Очень, знаете, так приятно иногда поменять аксессуары и вышивать в каком-то другом стиле. Вот такая у меня получается здесь бескорнюшечка. Потихонечку я ее вышиваю. Здесь очень большой запас конвы, поэтому я думаю, вышлю две бескорню. Здесь будет первая половинка, здесь вторая половинка. Потом перемотаю основу и вышлю еще два дизайна. Я уже выбрала, скачала схему с интернета какую-то, нашла схемку, вышлю. И потом все вместе их буду оформлять. Этот процесс я себе ставлю в планы на февраль месяц. Кстати, когда я снимала видео о планах на 2018 год, точнее, я в этом видео показывала просто все мои процессы, которые начались в 2017 году, что они у меня есть. Но я говорила, что это не мои планы, это просто те процессы, которые у меня начаты. А на 2018 год я планов себе вообще не ставила. Этот год у меня проходит под девизом «вышивай что хочешь, делай что хочешь». Поэтому я не говорю, что я буду дошивать мои начатые процессы. Если я захочу, да, я возьму какой-то и буду вышивать. Если нет, я буду вышивать, открывать новые процессы и вышивать новые наборы. И сколько хочу новых наборов. И вообще буду делать все, что хочу. Вот у меня такой год полной свободы. Свобода действий, свобода творчества, выбора. Вообще нет никаких ограничений. Да, я так себе запланировала. Потому что я приобрела себе много любимейших наборов. Я долго их покупала, собирала, знаете, вот по крупицам. Это все мое богатство. И я их все хочу вышивать. И я не могу для себя в этом году собрать какие-то, установить какие-то планы. Обычно я себе делала планы, у меня все хорошо получалось. Но теперь не могу. Поэтому мне в этом году хочется свободы. И в конце года мы посмотрим, что получится. Вы за меня не переживайте, что у меня будет много начатых процессов. Даже если я их просто начну и никогда я их не закончу, этот набор свою функцию выполнит. Он принесет мне радость, удовольствие, новые ощущения и все. Вот так поменялось в этом году мое мнение. Поэтому будет очень много всего интересного на моем канале. И если вы хотите получать новости и мои видео первыми, внизу под этим видео есть такой звоночек, колокольчик. Вам нужно на него нажать. И тогда вы будете получать сообщение на вашу почту, что у меня вышло новое видео. Вот такой у меня процесс. Моя-мая без корнюшечка. Это новый процесс. И я надеюсь, что в феврале я сделаю себе две новые игольницы без корнюшки. Мне нужны игольницы. Почему-то я как рукодельница совсем не организована. У меня всего лишь одна игольница. И мне не хватает в процессах. Что еще? Совсем немножко я уделила внимание моим совам. Кастом крафт. Мои совы. Красотки. Вот такие. Да. Сейчас я вам еще... Немножко я позанималась также моими совами в этом месяце. Давайте я вам покажу результат. Конечно, я уже снимала видеоотчет по этому процессу. Но в итоге, как немножко еще раз напомню, что у меня был вышит, дошит вот этот вот хвост. Вот здесь был пробел, который меня затормозил. Здесь очень много одиночек. И вышелся вот такой вот кусочек здесь. Видите, у меня очень много припарковано ниточек. В начале процесс мне казался очень-очень сложным. Но сейчас я уже немножко привыкла. Нашла для себя систему, как его нужно вышивать. И, в принципе, нормально уже вышиваю. Видите, ко всему нужно привыкнуть. Вот набить, так сказать, руку. Посмотрите со стороны, как классно смотрится. Правда? И это только начало. Здесь одна треть работы. Вот когда дошью, вот эту линию будет одна четвертая. Кстати, я здесь сделала очень жирную разметку. Вот. Я нашла свой старый маркер. Японский. Он был очень-очень жирный. Так как здесь, когда начинаю я зашивать немножко границы, светлый маркер, тонкий, он практически незаметен. И я стала путаться. Здесь без разметки для меня вышивать очень сложно. Потому что я говорила, вышиваю по цветам. Все идет синим-синим. И ориентироваться по отшитым крестикам никак нельзя. Только по линиям. Поэтому сделала жирненьким разметочку. Этот маркер, представляете, я покупала примерно 4 года назад. И он еще не высох. И хорошо себя, в общем-то, ведет. Классный маркер. Но сейчас нет под рукой вам его показать. Не подготовилась. Ну ладно, в каком-то видео. Если вам будет интересно, я покажу. Вот. Есть небольшой топ по сова. Ну что еще я вышивала? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть я уделила внимание моим уточкам. Вот. Это у меня такой процесс. Когда я уставшая вечером, я открываю его. И тихоньку вышиваю. Покажу вам все канон, напомню. Вот они мои утки. 60 на 40. И попробую вам показать, что у меня вышилось в этом месяце. Так. А вышилось у меня вот здесь. Вот это вот пятно темное, которое идет уже под лотоса. И вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я вот так пошла, пошла. Видно? Вот так. И вышиваю. Посмотрите, красивый лотос получается. Лотос был самый сложный, потому что там много идет разных ниточек, цветов. Но вышивается очень-очень легко. Мне понравилось работать вот с таким напечатанным фоном. Я в дальнейшем буду также продолжать приобретать такие вышивки. Ну, на данный момент хотя бы это отшить. А дальше я уже буду думать, что делать, потому что у меня в этом году полная свобода действий. И это все мои процессы января месяца. Особо больше я ничем и не занималась. Все свое внимание я концентрировала на моей петухе от Custom Crafts. И мне понравилось строить таким образом свою работу. В феврале месяце тоже у меня будет основная работа. И будет моей без корню как отдыхалочки. Небольшой маленький такой спойлер. Я уже начала один процесс. Он абсолютно новый, оригинальный, сложный, масштабный. Для меня это новиночка. Я думаю, для YouTube это будет по большому счету тоже новинка. Мало кто отшивает эти наборы. Но ждите мое следующее видео. Там я снимаю все поэтапно. Подготовку, начало, первые мои впечатления, какие-то продвижения. Все увидите в следующем видео. Ну а январь у меня закрылся с одной достаточно масштабной готовой работой. И мы с вами увидимся в следующих видео. Посмотрим, какие итоги будут в феврале. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok